На самом деле вот все, что здесь есть, вот это, это некие уравнения. Обратите внимание, что формально вот это уравнение, если мы оператор А и окрест определяем следующим образом, да, то на самом деле это то же самое дифференциальное уравнение второго порядка. Фактически то, с чего мы начали. Вот оно здесь скрыто, это дифференциальное уравнение второго порядка. Потому что n-то будет через, видите, это А окрест на А, и там будет x2 и d2pdx2, а вот в этих уравнениях вообще на самом деле это линейный дифференциальный уравнение, потому что оператор А и окрест на 9, линейный дифференциальный уравнение. Так может, давайте вот сняти на счет тогда, потому что это работает вообще во всех трех уравнениях. Ну какое взять проще? А вот смотрите, вот если я возьму здесь функцию psi 0 подставлю, а на psi 0, то здесь будет 0 справа. Естественно, это уравнение, и хочется, может, с него и стартовать хочется. Но он самый простой. Так вот давайте с него и будем стартовать. Итак, статус уравнения. А на psi 0 равно 0. А на psi 0 равно 0. Итак, пишем А в psi 0, Ох, теперь я уже пространство могу четко определить, это пространство координаты x. Равняется 0. Вот это уравнение. Ну А, смотрим сюда. О, у нас ведь x плюс d под x на корень с 2. Ну корень с 2 здесь уровня не играет, да, я могу сразу записать, это уравнение в виде x плюс d под x на psi 0, вот x равно 0. Вот видите, к сожалению, к сожалению, нам просто одной арифметикой не удастся будет 10. Видите, все, придется решать дифференциальное уравнение. Но плюс какой? Так же пришлось уравнение 2-го порядка решать, а это все-таки уравнение 1-го порядка. Вот. И я здесь вам напомню, что, ну так себе это всего лишь что-то доля шутки, что все уравнения физики решаются очень просто, решение либо степень, либо экспонента. Степень проверяем здесь. В силу x степенная функция не пойдет, потому что где-то x на 1 степень понизит, а здесь x на 1 степень повысит, да, не проходит. Значит, остается экспонентом только. Экспонента. Но экспоненты в физике тоже много не бывает. Бывают две экспоненты. Бывают экспонента типа, ну, условно ее назовем типа Слеттера и типа Гаусса. Гауссового экспонента, это экспонента вида е в степени минус x квадрата. Ну, не плюс x квадрата, а минус x квадрата. Она носит название степень, Гауссовая функция, если не в степени x квадрата, не Гауссовая функция, конечно. А вот Слеттеровская функция, хотя в данном случае это нестандартное, конечно, название. Слеттеровская функция – это из теории атома. Вот радиальная часть волновой функции электронного атома и водорода, она выражается через Слеттеровские экспоненты. Экспоненты вида е в степени минус альфа r. Ну, то есть там в показателе экспоненты стоит первая степень, как бы, координаты. Ну, вот здесь, как бы, давайте эти два варианта и посмотрим. Одна экспонента, где в степень линейный по x, а вторая экспонента, где в степень квадратичный по x. Там, где линейный не пройдет, почему? Потому что дифференцированные экспоненты x не выбросит вам, да? А там, где е в степени x квадрат пойдет, проверяем е в степени x квадрат, берем производную, получаем x, даже 2x, да? На экспоненту снова. Ну, понятно, что надо минус взять, е в степени минус x квадрат, еще двойку надо убрать. Ну, двойку мы берем, легко там, вместо е в степени минус x квадрат, напишем е в степени минус x квадрат пополам. Итак, я просто подобрал решение. Все очень-очень просто. Синолит x равняется множителем нормировки, я вот с нолем назначу, е в степени минус x квадрат пополам. О, какая простая. Причем, я напомню, здесь x безразмерное, естественно. Кстати, в экспоненте здесь показатели размерные не может быть. Я слышал, что показатели должны быть безразмерные. Я бы сказал так, что мы вот, видите, лишний раз убеждаемся в том, что вот этот предварительный переход безразмерным координатам будет правильным. Вот как выглядит бывает функция синоль. То есть осталось только цельной найти. Ну, цельной как найти надо? Надо взять интеграл нормировки, так, управлять его единички. Отсюда цельной найти. Ясно, что цельной будет выражаться через так называемый гауссовый интеграл. Что такое гауссовый интеграл? Интеграл от нуля до бесконечности е в степени минус x квадрат dx. Какой интеграл? Ну, гауссовый интеграл, проще всего взять. Как? Надо взять книжку, как называется, Градштейн рыжий, таблица сумма интегралов льдов. Вот такие толстые книжки. Почему по-нарозу кафедре есть? Ну, сейчас проще всего. Сейчас есть компьютеры. Вы заходите в математику, скажем, там эти функции все есть. Винтегралы все эти есть. Вот. Нашли функцию Пси-нор. Видите, между прочим, как все еще на горизонте, пока полиномы-рмиты еще не забоячили, так, специальные функции. Вообще говоря, я бы сказал так, что физик, обычный такой физик, не теоретик, он специальные функции, конечно, шарапается. И чем дольше они не появляются, тем больше, в общем-то, рад этому. Встреча со спецфункциями ничего хорошего для нормального физика не обещает вообще. Почему? Ну, там, понимаете, это же, это же как бы знание новое совсем. Там какие-то свойства, там, значит, какие-то формулы иногда очень сложные для этих спецфункций и так далее. Вот. Поэтому пока все прекрасно. Видите? Более того, я даже могу картинку нарисовать. Между прочим, еще такой пси-0. Это волновая функция основного состояния, как раз того самого, с которым мы связываем нулевые колебания. Давайте нарисуем эту картинку. Вот вы меня, видите, это парабола, да? Я прям на дне нарисую эту функцию. Ну, так это же экспоненты, это такая колоколообразная, как говорят, гауссовая функция, колоколообразная функция. Ну, кстати, я уже был, что вот эта вот задача, значит, мастерятор, это Александр, задача, которую можно вот со школой взять ее и решать. И больше ничего вообще не заниматься, а в конце выдать диплом физика. Ну, она такая вот, хотя бы поставить на первый взгляд, но она многотворенная. Вот. И вот сейчас простой пример, например, нарисовать функцию, если 1 минус x квадрат, пополам. Нарисовать функцию. Ну, видите, как вот, у меня уже большой робот общения с вашим братом, так, старшим, чаще всего. Ваш старший брат плохо умеет рисовать график функции. Вот разве что, когда, я иногда спрашиваю, ну, хорошо, ну, Y равняется KX в школе, вот такой, по-моему, сейчас в школе тоже проходит Y равняется KX. Рисует довольно участку, рисует. Но если какая-то другая функция, ну, разве что синус еще что-нибудь такое изобразят, надо функцию уметь рисовать, то там есть тоже определенные принципы, определенные подходы к тому, как вообще надо нарисовать функцию. Надо, конечно, определять особые точки. То есть, это что значит особые точки? Да, физика. Да, вот. В применении подобных задач. Поведение в нуле, в поведении бесконечности. Вот особые точки. Раз. Далее. Это всякий минимум-максимум. Там. Вот. Раз. Дальше нули и функции, или узлы, говорят. Нули и функции, или узлы. Ну, хорошо, если вы сразу знаете, сколько услуг у этих функций, например, так, это очень важная информация, чтобы рисовать функцию. Тут функция псевдоноль, это очень просто. Если минусы к слову пополам, это кулакалообразная или гауссовая функция. Вот я ее рисую. Можно. Тут надо нас симпатичнее постараться не рисовать. Это симпатичная функция. Ну и вот она. Такая гауссовая функция. Колоколообразная декоративная функция. Ну естественно, что эти хвосты тянутся до бесконечности туда-туда-сюда-туда-туда. До бесконечности. Это, кстати, что означает с точки зрения такой вот вероятностной трактовки волновой функции? Это означает, что частицу, которая движется в этой потенциальной яме, я могу найти хоть через километр одна яма. И через 20 километров я могу ее обнаружить. Просто вероятность, что сама функция видите, она экспоненциальна будет спадать, но вероятность будет очень маленькая. Кстати, это пример того, помните, в фильмах показывают яму, в этом же яму, в фантомеханике, в суперпозилице, масса таких приколов в антаре. Один из них туннелировал из ямы в яму. То есть, вы можете себе представить, в связи с того, чтобы вот сейчас оказаться, например, я сейчас смотрю, уолтроэксцерлятор, а не церковь там, что, о, ух, вот там церковь, вероятность, есть она отлично в нуля. Вы понимаете, что если угроматического осциллятора это отдельная частица, хвост через 2 километра, не 2 километра, 200 метров, он уже давно, он отличный от ну очень маленький, а выше состоит еще из огромного количества этих осцилляторов, надо все осцилляторы перетащить еще одновременно, а потом собрать там, так, в этот объект. То есть, вы говорите, что все равно отлично в нуля. И вот это отличие, не дает покоя всякий, значит, фантастам, ну и людям, которые, для которых это всякая фантазия, все эти фантазии, как это так, ну то есть, люди восприимчивают фантазию, как я сказал. Но тем не менее, видите, как на квантовом уровне, то есть, для вот частиц, микро-частиц, а всех эффектов, конечно, такие совершенно выдаемые вещи. Вот, хотя бы, вот, ведь и маленькая, конечно, но тем не менее, все-таки это нет, это круговое дело, чем для макро-объектов, которые ставят множество микро-частиц. Где, конечно, вот, ведь малость накладывается еще просто малость, связанная с вероятностью, ну, с малостью вероятности, обусловленной большим количеством, так сказать, микро-частиц, составляющих макро-объектов. Итак, ну а дальше что? Сальные функции, как найти? А вот теперь мы обратимся, о, ко второму уровню, с его помощью можно все функции остальные искать. Если все 0 нажали, оператором окрест подъезд, все 1 нашли. На все 1 подъезд или оператором окрест, все 2 нашли и так далее. То есть, из второго уравнения я могу сразу написать, сразу написать могу уравнение, которое, вот эти, а крест, ну, извините, давайте так напишем, cn, x, равняется. Вот смотрим, единица, ну так, я прямо напишу с перфикс с названировкой c0, аккуратненько пишем, так, c0 на корень из 2 в степени n, корень на n плюс 1 в бактериал, так, сейчас, момент, что-то, корень из плюс 1 в бактериал, да, нет, корень из вернее, n в бактериал просто так, 2 в степени n в бактериал, я пытаюсь результат записать. Дальше а, не а уже, ярный вид для оператора окрест, он у нас где-то есть, вот он, а я, вот корень из 2 в степени я уже учел, х минус d под x надо написать, так, адрес, да, x минус d под x в n степени на все 0, а причем из все 0, я, видите, вытащил уже, c0, значит, d в степени минус x квадрат пополам. Вот как общий решение запишет все у меня оператор вот с этим, с корнем из n в бактериал, x минус d под x в степени n, это у меня как раз оператор окрест в этой степени. Вот эта формула, которая позволяет, фактически она на основе вот этой позволяет вам найти любую функцию, любую функцию. Ну, кстати, ну, теперь давайте смотреть. Опять, опять боящий полиномармита все, да? А где же он полиномармита? Вот мы сейчас приблизились, полиномармита уже купили и спали рядом. Полиномармита рядом. Я в общем, смотрите, вот эта вот шубовина действенная экспоненту. Что дает? Ну, что-то и все равно экспоненту всегда, да? То есть, что-то и все равно экспоненту. Почему? Потому что d под x д под x д под x все равно экспоненту оставит. Любая производная все равно экспоненту оставит. Так я вот эту экспоненту в конце концов вытащу, так, за скобочку, и результат вытащу так. Равняется некий полином, вот видите, по слову r-min появился, h-n воздачу от x на e в степени минус x квадрат пополам. Вот, полиномармита появился. то есть, если расписать результат действия вот этого оператора на эту экспоненту, а потом вытащить еще экспоненту, мы получим некий полином по степеням n, по степеням x, он называется полиномом эрмита. Он называется полиномом эрмита. свойства его сразу же давайте. Ну, во-первых, полиномом эрмита h, может было бы здесь вот что сделать, давайте этот самый c0 вытащим оттуда, чтобы полиномом эрмита у нас получался h0 и динечка. То есть, вот здесь тогда записать, если я дровну нулю, у нас тогда функция в синоме это c0 на ее степени минус х варен пополаму. Ну, полиномом эрмита c0 включать не хочется. Давайте все-таки тогда c0 и сюда добавлю на c0. Ну, правда, видите, я начал сам этот полином эрмита как бы вот конструировать. Но я, полагаюсь на то, что нам как бы уже известно. А может, все-таки там n плюс 1 повторял, потому что, км ровну нулю там какая-то плохая вещь получается. А что, он же, он же, он же, реал, это же единица с единицей. Дольфа, 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 дольфа. Вот видите, Эдуард, это я поэтому вначале присоединиться записал, потому что неуверенно себя чувствую. Вот, так же, как вы, видите, мне с вами в этом плане нормально. Все это нормально. Я до сих пор, в следующий раз тоже налет, через год, опять же, все-таки, может быть, плюс единицы написать. А потом начинаешь проверять вот так. Я тоже начал проверять поведение, все-таки, я не говорил, я не говорил, это так, на себя, когда, он же исполнил, что, ну, 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 второй факториал, это же будет договоренность сикателем, то есть, считают единицы равны, или, ну, давайте разберемся, вообще, то, что все-таки, число, первым раз, n плюс единица, да, ну, знаете, это просто все проверить, может быть, это правильно будет. Итак, ПСИ1 смотрим, ну, вот же, если у меня написано, видите, А крест на ПСИ0 равняется, берем n равно 0, да, здесь, здесь будет корень из единичка, ПСИ1, значит, ПСИ1, это есть просто А крест на ПСИ0, проверяем, да, значит, я должен взять здесь n единичком, да, да, n единичком, значит, С0, здесь, корень из двух, корень из двух, здесь n у меня, а, корень из двух, это пойдет в окрест, вот он, сюда, здесь будет единичка, ну, все, ну, вот, в таком виде нормально проходит, то есть, по крайней мере, на случай n равной единицы мы проверим, и случай n равной 0, то, что легко проверяется, ну, вроде бы, так все, ну, а дальше, и дальше появится, дальше появится, и так, полиномориита, все-таки, от себя ноль вытащу так, смотрите, чтобы h ноль было единицы просто, вот, ну, а дальше, h2, h3, h5, h10, ну, в принципе, можно всегда найти, по крайней мере, с минимальными значениями n, это все можно найти, вот, ну, давайте, тем не менее, общее свойство полиномориита, выделки, во-первых, это полином, то есть, это усеченный ряд, по степеням x, причем, максимальная степень, в нем, это n, ну, вот, видно же, видите, максимальная степень, в нем, то точно n будет, дальше, эти полиномы, это функции, имеющие определенную четность, при четном n, это четные функции, а при нечетном n, это нечетные функции, почему, очень просто, смотрите, вот это экспонент, это четные всегда функции, вот этот оператор, при четных n, четный будет, а при нечетных n, нечетный, ну, отсюда, естественно, следует сравнивать, два выражения, мы переносим эти правила четности, вот с этого оператора, на полином порядке, то есть, при четных n, это четная функция х, при нечетных n, это нечетная функция х, а значит, при h1, h1, как будет выглядеть, h1, там будет всего одна, одна строгая, не только, x первой степени, так, x первой степени, дальше, h2, как будет выглядеть, там будет нулевая степень х, то есть константа, и x квадрат, как будет выглядеть, x первой, и x в кубе, и так далее, x пятой, x первой, x третьей, x пятой, и так далее, вот все, теперь очень важно, все свойства полиномы, альмитра, то есть, это специальные функции, мы можем найти, используя всего лишь, вот эти два соотношения, все свойства полиномы, альмитра, ну, легко догадаться, потому что, видите, вот здесь, вот, у меня все, вы ее расписываете, через полиномы, альмитра, на экспонент оператора, вам известен, вы можете, что сделать, например, взять, а плюс а крест, это x будет, найти правило умножения, функции, вернее, умножения, либо полиномы, альмитра, либо функции все, на x, очень простое правило, альмитра, дальше, возьмите правило, дифференцирования полиномы, альмитра, используйте, вот факт, что d под x, это а минус а крест, всего лишь, так, можете найти правило, дифференцирования полиномы, альмитра, все, все правила, все свойства полиномы, альмитра, вот они заложены, в соответствии с отгружением, ну, давайте я теперь функции изображу, при каких-то n, нетривиальных, n единичка, n двойка, и так, смотрим, n единичка, функция нечетная, ну, я, правда, этих слов не проговорил, ясно, что эти функции все, значит, при четных n будут целым четным, почему, потому что, повторяю, вот этот экспонент, она всегда четная, поэтому она не вмешивается в четность и нечетность всей функции, все определяется только полиномы, а он повторяет четные при четных и нечетных при нечетных, n, и так, значит, все, ну, давайте все-таки запишем, все n от x равняется все n от x, если n равняется 0, 2, 4, и так далее, да, или минус psi n от x, если n равняется 1, 3, 5, вот свойства со мной, поведение при пространственной, ну, пространственной версии, в случае одномерного, она еще не пространит, это x на минус x, все, ну, и тогда я могу нарисовать, значит, функцию, скажем, psi отдельно, а, кстати, вот еще давайте свойства определим, как правило, так, свойства любого полинома, я скажу, что полином степени n имеет n узлов, это очень важный использование полиномы, для нас, это супер важно, потому что сразу дает нам число узлов всей функции, потому что экспоненты узлов не имеет, и так число узлов функции все n, ну, полинома и функции все n равно n, а что такое число узлов, это число нулей функции, это число обращения в нуль функции, и так, функция все ноль узлов не имеет, ноль, когда в нуль выйти, узлов нет, все один, один узел будет, и функция нечетная, так, ясно, шерпкую сонкость, он один, он в нуле будет, нечетная функция, поэтому нечетная функция будет вести себя следующим образом, вот я ниже ее нарисую, потому что иначе у меня этот рисунок совсем будет грязный, и так, функция все один, как она будет выглядеть, все один, один узлов нет, ну, на бесконечности, поведение функции на бесконечности, вот он, экспоненты, дело в том, что, полином, это всегда в полином степени фиксированной, да, и поведение на бесконечности будет всегда определяется вот эта экспонент, она вам убьет любую степень в полиноме, пусть у вас н равняется хоть миллиард, да, когда в полиноме икс в миллиардной степени будет, ну, вот эта простая экспонент, договорился, да, она ваш этот миллиард убьет, в чем проблема тут, ну, раньше тут можно всего, х в первой степени, она убьет сразу же, вот видите, х в первой степени, она убивает моментально, оп, все, в ноль пошло, а х в миллиардной степени, ой, х в миллиардной степени, уже резко начинает сразу расти, экспоненты не успевают за ним, вообще говоря, вот так, убежать, но все равно догонит она, потому что возложение экспоненты есть и 100 миллиардных, там, х в степени, там, вот 100 миллиардов, любые, вот так, степени, которых, на самом деле, для х в степени минус, они будут давить в экспоненты. Итак, Кси-2, Кси-2, два нуля, функция черная, и два нуля, ну, легко догадаться, что эти нули должны, так как функция черная, слева-справа быть, вот, нуля, значит, здесь в нуле это не ноль, это не узел. Как будет функция выглядеть? Ну, начинаем с бесконечности. Ну, правда, можно перевернуть было, или здесь то же самое, переверните. Это тоже договоренность сегодня, выбор фасов, выбор фасов, то есть, пожалуйста, можно было функцию вот так нарисовать, ну и здесь точно так же перевернуть ее, да? Два нуля. Вопрос на зачете или экзамене, сколько вам лет? Вы говорите, 20. Я говорю, функция Пси-20, нарисуйте, пожалуйста, функцию Пси-20. Ну, если 20, вам повезет, больше, чем Пси-21, Пси-21. Поэтому сразу говорите, все 20. 19 тоже плохо. Я слушаю, сейчас я у Миши еще некие подброшу вопросы, посложнее, помню. Пси-20, как нарисовать? Вы рассуждаете так, функция чем? На бесконечность еще 0, всегда обращается, всегда, да? И функция чем? 20, значит, 20 нулей, да? 10 нулей слева и 10 нулей справа симметрично. И вы рисуете вот такую, что будет, вот эти похожие, да? Только теперь еще, там еще 9 раз, вот так вот, опа-па-па-па-па-па-па, там, как камушель, как камушек в этой самой наречке, да? Такой, блинчик. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Меня устроит это. Потому что всякие соотношения вот этих вот амплентов, этих локальных там минимумов-максимумов, экстремных, А меня уже не интересует, это уже детали. Но, кстати, обратите внимание, чем больше n, тем большее число осцилляций пойдет. n единичка, одна осцилляция, видите, всего. n двойка, две осцилляции, n тройка будет, три, и так далее, и так далее. То есть, что это означает? Это означает, что по мере того, как вы выбираетесь вот с этого состояния, с основного, который в классике соответствует покою, как на кладбище, мы становимся более и более живым, у вас начинает проявляться осцилляции, которые позволяют вам, в конце концов, почувствовать себя вообще свободным. А что значит свободным? Это плоская волна, есть степень икоист, это свобода вообще. Ну там не инурей, это бесконечное количество, узлов, вернее, бесконечное количество свободной частицы. Но до свободного движения вы не доберетесь, потому что у вас всегда, видите, будет все равно слева-справа яма. Поэтому все равно у вас на бесконечности где-то, хотя эта бесконечность будет, она будет все дальше-дальше как бы находиться, по мере увеличения n, ну вот будет она так, и она все равно будет говорить о чем это стремление к нулю на бесконечности? О том, что вы фактически все время будете находиться все-таки в состоянии более нелокализованного внутри ямы. Просто размер ямы, ширина ямы увеличивается и все, и у вас будет создаваться ощущение свободы только из-за этого. А вы знаете, если у вас яма была бы как в тюрьме такая прямоугольная, мы будем сядь о нем говорить на лекции, прямоугольная яма. Там сколько вы ни прыгали, когда в свободном состоянии станет бесконечно глубокая. Вот здесь она конечная глубина, и тут нам можем выпрыгнуть и перейти в саде почти свободы. А здесь это всего лишь только ощущение, что у вас так много селяций, что вы свободны. Вот такая ситуация с гармоническим селятором. У нас осталось немного. Итак, вот теперь еще интересные примеры на задачу у гармоничного селятора. Итак, последняя задача. Давайте найдем среднюю плитуду колебания в состоянии с определенным n. Среднюю плитуду колебания. Что это означает? Среднюю плитуду колебания. Это же не x средняя. Кстати, давайте посчитаем x средняя. Итак, я нахожу среднюю плитуду колебания. Просто беру x средняя в состоянии n. Это считаю среднее. Очень просто. Минус бесконечность, плюс бесконечность. То есть по всем значениям x суммирую, умножаю на плотность и вероятность. Это реализация этого значения x. То есть, что мне такое? x на psi n от x по модулю в квадрате. dx. Или другими словами, это есть интеграл. Минус бесконечность, плюс бесконечность. psi n от x. Комплексы совмяженные, да. Дальше x на psi n от x. dx. Ну и это просто равняется n xn. Вот такой диагональный матричный элемент. Где? Я использовал дирковское обозначение для функции psi n. Вот такой интеграл. Среднее значение координаты. Ну я думаю, что вы догадываетесь, что среднее значение координаты равно... Ну, Ромка. 0. Чему равно среднее значение координаты? 0. 0. Ну понятно, что у вас яма симметричная, если бы она была какая-то косая, одна из стороны была вот такая, а она углевая. У вас же среднее яма симметричная абсолютно. То есть у вас левая и правая абсолютно одинаковые. Поэтому среднее значение координаты 0. Ну, кстати, если мы такие недогадливые, то этот 0 придется считать тогда. Вот я вам сейчас покажу, как считается этот 0. Пси n от x. Я вам задам, если вы так не догадаетесь, я вас прошу, сколько вам лет. Вы скажете, 20. Я скажу, здесь вот n равно 20. Вот давайте вот такой интеграл посчитайте. Среднее значение x. Состояние равное 20. Если вы сразу мне не скажете, что это 0. Итак, Пси 20. Смотрим. Пси 20 состоит. Полином армии, это H20. В нем H10 слагаемых полином. То есть это константы, дальше x квадрат, x четвертый, x двадцатый. И экспоненты. Здесь 10 слагаемых с экспонентами. Вот здесь 10 слагаемых с экспонентами. Всего вот здесь 100 интегралов. 100 интегралов. Каждый из них типа Гаусса будет. Это что значит Гауссовый интеграл? Интеграл от минус бесконечность до плюс бесконечность. x в какой-то степени, е в степени минус x в квадрате, x. Гауссовый интеграл. Ну, конечно, все 100 интегралов можно посмотреть по таблице. Вот это расчет. Ну, вы должны органы уже получить. Почему? Да это в том, что у вас, видите, вот здесь функция-то нечетная. А вот эти функции при любом n, они имеют определенную четность. Они либо четные, либо нечетные. Но их произведение всегда четное. А значит, этот интеграл от минус до плюс бесконечности при нечетном вот этом вот между функцией стоящем операторе, в данном случае, x или x в кубе, x в пятый, x в 175 и так далее, 0 будет давать. Потому что в целом эта интегральная функция будет нечетной. А значит, этот интеграл по всему пространству, в нашем случае, от минуса до плюс бесконечности будет 0 давать. Хорошо, давайте, если вас это еще не убедит, еще один вариант расчета. Но я, знаете, для чего все эти варианты расчета, как сказал бы, зачем говорить о том, что уже 0. Но дело в том, что иногда бывает интересно этот 0 посчитать разными способами. Почему? Потому что ведь иногда вы можете встретиться с подобными интегралами, которые не 0 будут, а там как действовать. Вот если вы на простом примере все варианты попытаетесь, да, вы можете руку набить, вот, навык получить. И тогда смело пойдете на расчет интегралов, которые формально можно представлять собой сумму миллиона интегралов, миллиарды интегралов. Ну не будет же миллион интегралов считать, а здесь правила какие-то должны знать. Вот, здесь правил очень много. Итак, значит, как вот этот же интеграл считать с помощью базы операторов? Ну, очень просто. x это а плюс а крест на корне и звук. Значит, вам нужно посчитать интеграл вот такого вида. Фактически матричный элемент. А, n, вот такой вот. И акция еще с крестом такой же интеграл. Считаем. Вот смотрите, как я его считаю. Вот у меня свойство. А действует на эту функцию psi, n. Дает корень из n. Корень из n это число. Я уже витаскиваю на скобку. Корень из n. Остается n. У вас здесь появляется функция psi, на 1 меньше, n, n-1. Но вот это и есть интеграл. О, догадываемся. Дельта n, n-1. То есть 0. Ответ 0 будет. То же самое с окрестом будет. Там только появится корень из n плюс 1, n, n плюс 1. Что это означает? Это означает, что у оператора а или а-крест отличными от нуля будут только определенные матричные элементы. Какие? Ну, давайте посмотрим. Я пишу n. Ну, так как. n, а, n. Вот посчитаем, какие же матричные элементы оператора будут отличными от нуля. Вы, кстати, имейте в виду, что здесь я ведь n и n не задаю. Это означает, что вам на задаче может быть задано 1 n равно 1 млн, 2 n – 1 млрд. И вы должны посчитать этот интеграл. А дальше я буду оценивать. На пятерку, если вы затрачиваете на ответ одну микросекунду. На четверку, одну секунду. На тройку, одну минуту. Ну, на двойку, если больше одной минуты. Итак, значит, считаем. Правиль очень простой. Видите, вот оно, в чем состоит всего лишь. Я пишу корень из n, дальше будет m, а здесь вместо n будет функция на n, на етичку меньшую, да? n минус 1. Но, это интеграл ортогональности и ортономировки. Дельта m, n минус 1. Итак, ответ. Продолжаем писать ответ. Итак, все отобняется. Корень из n, дельта, m, m минус 1. То есть, если у вас n и n отличаются больше, чем на единичку, или вообще не отличаются между собой, наоборот, да? Вот. Это ноль. Поэтому, если я вам задаю n миллиард, n миллион, и спрашиваю, чего это равно, и вы долго думаете, я сразу делаю вывод, что да, вы, вот, не поняли ничего. Другое дело, когда я вам говорю, например, m – 333, а n – 331. Тут я бы сам задумался, потому что 333, 331, разница 2. На самом деле тоже ноль, да? Ну, тут пришло бы долго думать. Только они рядышком, как бы, находятся. Это такой специальный, вот, это, знаете, уже такой, вот, когда я хочу вот прямо вот, 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 надо ругаться вообще, да? Вот такой вот показочек. А он миллиард, миллион – это простое. Итак, видите, то же самое с а-крест. Если l, n, отличается, только на единицу они должны, но в другую сторону, для а-крест, здесь у вас что будет? Корень из n, n плюс 1, будет t. А здесь будет дельта n, n плюс 1. Поэтому отличие на 0, какие будут интегралы? У меня 37, а 38. Вот это неравенную люк. Чему он равен? Вот считайте, видите, корень из n, корень из 38 мл будет равен. А, кстати, обратите внимание, если бы вы, вот, если бы этот интеграл считать через полиномы эрмиты и прочее. Представляете себе, да? Это опять тысяча интегралов. А здесь мы считаем, видите, с помощью какого-то базы операторов, но фактически-то ведь что? А и а-крест, они нужны для расчета, скажем, матричного элемента от x, вот. То есть сами-то себя и а-крест, в общем-то, ничего не... Физический смысл особого не имеет. И комбинация тут же имеется. Вот все, пожалуйста, видите, если 37, 36 вот здесь, да, это 0, 35, 0 и так далее. Да, посмотрите, ну, если вам нужно посчитать... Сейчас мы закончим. Хочу так же рассуждаем. Представьте себе, что вам нужно рассчитать а в кубе или x в кубе. Вот такие интегралы, скажем. Сложнее уже, да? Делайте вывод здесь. А в кубе понижает вот это n на 3. И вот если это пониженное на 3n совпадет с n, это не 0. Не совпадет, это 0. То есть такой интеграл пропорциональен. Дельта m, n-3. Все. Поэтому если у вас n-n не будут удовлетворять эту высоту ширины, то это 0. Нечего считать. Но если удовлетворять, значит надо считать. Как считать? А вот там же последовательность. Корень z, корень z-1, корень z-2. Здесь x это a плюс a крест. Да? a плюс a крест. Куб возводите, да? Какие у вас там появятся комбинации a? a в кубе. a крест в кубе появится. И появятся еще такие комбинации. a в квадрате на a крест. Значит, первые две будут повышать или понижать на тройку. Вот это n, да? В ту или другую сторону. А следующие, все остальные, они будут повышать, либо понижать на единичку. Поэтому в этом случае отличными от нуля будут интегралы, только при условии, если n будет равно n плюс минус 1, либо n плюс минус 3. Вот эти отличные будут от нуля интегралы. Все остальные будут нулей. Опять же, посчитать отлично от нуля интегралы. Нет проблем? Вы берете x, расписываете через а и окрест. Все. А дальше рассчитываете маточный элемент. А я окрест помню. С умовеньшими простыми формами будут. Все. Вот я этим сам welcome, просто показать, как реально это все потом считается. Правда, мы не посчитали, значит, ампитуды колебаний. я просто хочу надо считать смысл среднего квадратичного то есть считать не x среднего нулю конечно будет равно а x квадрат средний то есть вот x квадрат средний вот здесь тогда будет x квадрат вот это величина из которой извлекая квадратный корень вы получите то что называют амплитудой колебаний в смысле средний квадратичного амплитудой это величина отличная от нуля причем она будет отличная от нуля при всех н в общих н равных вот вам задачам надо эта задачка между прочим классическая задачка из любого задачника по планке механики расчет средний квадратичный амплитудой колебаний все